В работе я использую акварельную бумагу фирмы Кэнсон, Мулин Дуруа. Плотность я выбираю обычно 300 мг. Можно использовать и тоньшую бумажку. Я выбираю такую плотную, потому что я натягиваю на планшет. Мне так удобнее работать. Бумага всегда остается в натяжении, даже когда я работаю с очень большим количеством воды. Для больших заливок я использую беличий ворс. Он отлично держит воду и она очень мягкая и удобная. Для каких-то мелких деталей и прорисовок я использую синтетику. У меня кисточка от Билли Шоул. Ее заказать можно по интернету, но я думаю, что подойдет любая синтетическая кисть. Для совсем маленьких деталей у меня здесь тоже белка, но можно использовать синтетику, потому что ей лучше контролировать мелкие заливки. Что нам еще понадобится? Палитра. Я использую керамическую палитру. Не бумажную. Мне нравится, что в отличие от бумажной она не впитывает в себя воду. Нам понадобятся салфетки или тряпочки. Я предпочитаю салфетки. Периодически я использую маскирующую жидкость. А возможно, она нам сегодня понадобится. По поводу красок. В моем арсенале есть краски Белые ночи, 36 цветов. В кюветах. Также можно использовать краску Белые ночи в тюбиках. Это удобно. Также недавно я себе приобрела набор корейской краски Шинхан. Здесь идет акварель в тюбах. Это мне удобно. Можно выдавить небольшое количество краски на палитру. И остальная краска не засыхает. И цвета здесь яркие и насыщенные. Для карандашного скетча я использую обычный механический карандаш в средней мягкости. Вы можете использовать и обычный карандаш. Главное, чтобы он был не сильно мягкий, чтобы ваш эскиз не испачкал бумагу акварельную. Это все, что нам понадобится для сегодняшней иллюстрации.